Только в таком городе, как Рим, ремонтные работы на дренажных системах заканчиваются обнаружением памятников II века. Карантин в Италии постепенно снимается, и любопытные зрители останавливаются посмотреть на эти руины, которые являются частью древней площади, оказавшейся похороненной перед Пантеоном. Мы нашли что-то, что уже было частично обнаружено ранее. Это настил площади, относящийся к эпохе Адриана, того же периода, в котором проходило строительство Пантеона, которое мы видим сегодня. Тротуарная плитка была изготовлена из травертиновых плит. Другие части этой находки были обнаружены в 90-е годы прошлого столетия во время восстановления площади. Относящиеся ко времени Римской империи, некоторые из этих плит все еще находятся на своих первоначальных позициях, именно там, где они были расположены во времена правления Адриана. Тогда площадь была немного ниже, чем Пантеон, а теперь храм находится немного ниже, чем площадь. Это изменение произошло потому, что Рим рос на протяжении веков. Имперский Рим был покрыт средневековым Римом. Средневековый Рим – ренессансным Римом. Храм, который, к счастью, был преобразован в церковь, остался неизменным. Сейчас это один из наиболее хорошо сохранившихся римских памятников. Даже самые, казалось бы, незначительные керамические фрагменты важны для определения того, к какому историческому периоду относятся различные слои. Простой пример. Мы можем распознать прекрасный фарфор наших бабушек и дедушек, просто взглянув на одну из тарелок. Мы можем сделать то же самое с древней керамикой. Итак, если мы знаем, что пластина, скажем, из 1800-х годов, то мы знаем, что слой, в котором она найдена, тоже из того же времени. Эти руины будут перезахоронены после ремонта стоков. Однако Фабио Туркетте уверенно говорит прохожим, что если они хотят увидеть памятник II века и правления Андриана, то все, что им нужно сделать, это повернуться и посмотреть на пантеон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова